Стала штурманом, пилотом 125-го полка. На пешке, совершив полеты, так звали самолет П-2. О ком эта история знают целые поколения? Как бесстрашно били врага фашистов в воздухе совсем молодые девчонки? Она же одна из тех отважных. На ее счету 36 боевых вылетов. Женщина-штурман пикирующего бомбардировщика П-2 125-го полка имени Марина Роскова и Галина Павловна Брокбельцова. Сегодня легендарной летчице 95. Настроение блестящее. Кажется, что тебе не 95, а 18. День рождения Галина Брокбельцова отмечает в Щелковском театре. Сюда поздравить легендарного участника Великой Отечественной войны пришли военнослужащие, ветераны, общественные деятели, кадеты, юнормейцы, власти городского округа Щелкова. Вы прошли тяжелейшие годы. Тяжелейшие годы войны и всю себя полностью и целиком отдавали тому, чтобы наша страна, наша Родина была независима. В тяжелейшие послевоенные годы вы также не оставались равнодушны и всегда старались сделать все для того, чтобы наша Родина процветала. Вы передавали и передаете свое отношение к жизни и воспитание в молодежи. И мы за это вам очень благодарны. Она мечтала стать геологом, а стала добровольцем на фронт. Сороковые стали ударом для всей страны, разрушили мечты миллионов. Но именно благодаря бесстрашию советских людей, простых и скромных, но волевых и твердых духом, враг получил ответный и сокрушительный удар. Война не сломила. Галина Брокбельцова окончила исторический факультет МГУ, защитила кандидатскую, стала педагогом и автором книг, общественным деятелем, почетным вице-президентом Союза женщин летных специальностей авиатриса, а вместе с тем – живой легендой, примером для всех нас. За мужество и героизм, проявленные в годы войны, она награждена двумя орденами Отечественной войны – первой и второй степени, орденом Красной Звезды и многочисленными медалями. Для меня вы пример для подражания, вы пример мужества, благородства, ума, пример такой человечности и такой созидательности, которую больше я ни в ком не видела. В этот день зачитали поздравительные адреса от президента страны, а также губернатора Московской области. В зале же собрались люди разных поколений, разных профессий, но каждый говорил с восхищением о героическом прошлом и важной общественной патриотической деятельности в настоящем Галины Павловны. Вам приходилось быть на волосок от гибели, и вы, как ваши подруги-летчицы, не знали слово «страшно». Главным для вас было слово «нато». Меня поразило прежде всего то, что такая обаятельная и прекрасная женщина безгранично любит жизнь, безгранично любит свою Родину. Она до сих пор в строю и вносит большой вклад в трудесно-поприще военно-патриотической работы. Награждается знаком маршальской звезда за заслуги, за героизм и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны, активную гражданскую позицию и целенаправленную работу военно-патриотическому воспитанию молодежи в послевоенные годы. Неожиданным для юбиляра стал приезд в Щелково выпускников 1964 года из Челябинского высшего авиационного училища. Когда мы были курсантами, мы к ней ходили в кабинет марксизма-ленинизма и улыбались только в основном ей, а не марксизма-ленинизма. Просто она была всегда приветливая, очень хорошо встречала нас. И более того, она была жена начальника училища, генерала Бельцова. Потому вот она шла по жизни, по нашей, выпустились, потом мы уже летали и все, но мы всегда с ней встречались. Истории, рассказанные Галиной Брукбельцовой, можно слушать часами. Имя она не раз делилась и в литературных изданиях, а в день юбилея говорили о проекте одноименной книги «Крылья Татарстана». Она рассказывает о трудной работе поисковых отрядов и добровольцах, которые находят личные вещи погибших летчиков, тех самых самолетов Пе-2, которых выпускали в основном на Казанском авиационном заводе. «Крылья Татарстана, где вы писали предисловие. Наши активисты Общероссийского народного фронта очень ждут, что вы посетите Казань в этом году и увидите восстановленный самолет Пе-2». В день юбилея она самой себе не изменяя, как прежде, на высоте. Ее стать в сочетании с элегантностью и благородством удивляют. Анна Бальет, Валерий Жегле, Щелковское телевидение.